Зиг Зиглар, американский лектор, консультант и мотивационный оратор. Автор 17 книг, 10 из которых стали мировыми бестселлерами. Человек, который был трижды удостоен почетных наград Конгресса США. На протяжении своей карьеры он делился с людьми своим жизненным опытом и правилами, которыми он руководствовался у себя в жизни. Первое правило. Мотивация важна. Нельзя недооценивать мотивацию. Потому что она является необходимой составляющей в жизни каждого человека. Ведь любое дело, которое вы будете выполнять с энтузиазмом, будет сделано намного качественнее и быстрее. Поэтому каждое утро настраивайте себя на продуктивную работу. Читайте книги, ведите дневник, записывайте свои цели. Старайтесь постоянно находиться в этом состоянии. Просто посмотрите вокруг себя. В нашем мире достаточно негатива. И тот человек, который научится находить позитивные стороны, и извлекать полезные для себя вещи, человек, который сможет каждый день мотивировать себя, несмотря на весь негатив вокруг него, сможет достичь гораздо большего успеха в жизни. Этот навык нельзя выработать за один день. Он требует упорства и достаточных усилий. Но тот, кто сможет овладеть им, сможет в разы повысить свое настроение, самочувствие и продуктивность. Люди любят говорить, что мотивация не может длиться вечно. Да, это так. Но и принимать душ на протяжении всего дня тоже не получится. Поэтому рекомендуется принимать его каждый день. Правило второе. Не поддавайтесь влиянию человека в вашей голове. Внутри вас находится критик, который постоянно будет пытаться оказать на вас негативное влияние и сделать вашу жизнь посредственной и заурядной. Он всегда будет говорить вам, можешь даже не пытаться, у тебя все равно ничего не получится. Ты еще не готов, еще слишком рано пробовать. Ты же видишь, что у большинства людей не получилось это сделать. С чего ты взял, что получится у тебя? Этот маленький человек всегда будет жить у себя в маленьком мире, пытаясь убедить вас, что ваш уровень жизни, ваше образование, ваш доход и профессиональные достижения это максимум, который вы можете иметь у себя в жизни. У него нет никаких амбиций и желания добиваться чего-то нового. У него нет стремления сделать вашу жизнь лучше. У него есть только стремление к стабильности, которое навряд ли сможет привести вас к каким-то достижениям. Этот маленький человек с маленькими мозгами и маленьким воображением, который засел в голове, сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни, оставляя борозды, через которые сложно переступить, но которые и так необходимо ликвидировать. Правило третье. Необходим баланс. Упорно стремясь к чему-то одному, мы совершенно забываем про все остальное. Все дело во времени, которое мы выделяем на каждую сферу нашей жизни. Если мы будем делать основной упор только на работу и карьеру, у нас совсем не останется времени на личную жизнь, на здоровье, на родных и друзей. А если мы не сможем уделять им хоть немного времени, то ради чего все эти достижения? Я убежден в том, что успех означает иметь баланс во всех сферах жизни. Человек не может быть по-настоящему счастлив, будучи богатым и успешным бизнесменом, если его личная жизнь лежит в руинах. Правило четвертое. Позитивное мышление лучше, чем негативное. Очень многие из нас слышали про преимущества позитивного мышления. Некоторые люди даже успели оценить эти преимущества у себя в жизни. Но при этом большинство людей все равно продолжают мыслить негативно. Позитивное мышление несет в себе одно существенное преимущество. Человек, у которого преобладает позитивное мышление, может увидеть возможности там, где другие просто бы не обратили на них внимания. Позитивное мышление способно открыть глаза человеку, показав ему все имеющиеся пути для достижения успеха. Негативное мышление ведет к обратному. Позитивное мышление дает нам возможность делать любые наши дела намного лучше и эффективнее, нежели негативные. Правило пятое. Мечта и видение – это основа успеха. Очень много великих людей, в то время, когда они еще не достигли больших результатов, уже рассматривали себя как человека успешного и постоянно представляли свое идеальное будущее. В этом процессе нет ничего магического или сверхъестественного. Если вы научитесь представлять себя в момент успеха и верить в это, вы сможете приблизить свою мечту. Если человек не рассматривает себя как победителя, то он просто не сможет вести себя как победитель. То, каким вы видите себя, влияет на все ваши действия. Если вы не способны увидеть свой успех, вы не сможете его добиться.